Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Будет получить дополнительную рассрочку. При принятии решения по ней будут оцениваться различные налоговые показатели. Госдолг Кировской области сейчас примерно 27 миллиардов рублей, на бюджетные кредиты приходится 17 миллиардов. Программа Экономика. Ключевые предприятия молочной промышленности сокращают производство. Об этом свидетельствует доклад о состоянии этого сегмента рынка по итогам прошлого года. Исследования показывают, что если по производству сырого товарного молока регион прочно занимает лидирующие позиции в России, то перерабатывающая промышленность находится в затяжном кризисе. В документе доступны данные с 2013 года. За это время выпуск продукции снизился с 350 до 300 тысяч тонн в год. Количество переработанного молока падает еще быстрее. Объемы в 2016 году сократил даже лидер Кировский молочный комбинат. Как пишет «Навигатор», решить проблему, по мнению чиновников, можно путем создания нового крупного производства. Планов подозагрузки действующих предприятий или поддержки новых малых предприятий у правительства нет. Экономика. На 101 АФМ. ЮТЕЙР может вернуться в Кировскую область. Переговоры с авиакомпанией ведет региональный Минтранс. Об этом рассказал членом общественной палаты министр транспорта Михаил Поршнев. Помимо ЮТЕЙР обсуждается сотрудничество с уральскими авиалиниями. Сейчас аэропортом Победилова работают 9 авиакомпаний. ЮТЕЙР покинула Кировскую область в 2015 году после пятилетнего сотрудничества. По мнению экспертов, перевозчик не выдержал конкуренции с лоукостером «Победа». Экономика. К другим новостям. В Кировской области предлагают перенести сроки уплаты налогов. Предложение в ЗАГС-собрание поступило от Думы Иранского района и города Вятские поляны. Они предлагают перенести сроки с декабря на октябрь. Ранее с подобной законодательной инициативой выступили депутаты ЗАГС-собрания Вологодской области. Документ получил положительное заключение правительства России. В октябре налоги россияне платили в 2014 и 2015 годах. Программа «Экономика». Судьи и конкурсные управляющие обокрали компанию «Банкрот». Об этом сообщает УМВД. По данным полиции, в 2011-2012 годах третейский судья, управляющие компании и их знакомые, проводившие электронные торги, приобрели здание автоцентра по искусственно заниженной цене. Оно принадлежало предприятию «Банкроту». В результате собственнику причинен ущерб, превышающий 13 миллионов рублей. Следователи провели обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. Один из них заключен под стражу. 80 тысяч кировчан не могут заплатить по 100 рублей налога на транспорт. В целом, долги за транспорт имеют 142 тысячи граждан. Задолженность свыше 50 тысяч рублей имеют 1100 налогоплательщиков. Общая сумма, которая числится за ними, 148 миллионов. Как отмечают в налоговой службе, в списке должников есть и руководители, и учредители предприятий, есть граждане с большими официальными доходами. Напоследок, коротко, несколько цифр. В два раза вырастут пени для организаций должников. 8 тысяч рублей тратит среднестатистический кировчанин в год на питание в столовых и в кафе. 174 миллиона рублей получит по льготной ставке от Фонда развития моногородов компания Хольцхаус на запуск производства клееного бруса в Лузе. И о валютах. Доллар сегодня 58,43. Курс евро 68,64. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.